Всем здорова, чуваки! С вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Атилу Тоталор за гунов на легендарном уровне сложности. Ну что ж, началась война с Восточно-Римской империей, уже разбили и пролили мы первую кровь римлянина, и разбили, соответственно, легион, ну и сегодня мы пройдемся по землям римским и продолжим уничтожать и сжигать все на своем пути. И первым городом у нас пойдет, естественно, пойдет Эдесса, где мы, в принципе, с легкостью с вами одержим победу, причем еще и разорим на 6500 город. И, соответственно, я думаю, мы его сразу же разрушим. Так, нам нужна хитрость, ночные атаки, чтобы можно было проводить поклонник римлян, боевой дух с римлянами, минус 5. Тут, блин, когда-то уже стало римляне поклоняться у нас. Единственное, что хорошо, что Восток практически полностью беззащитен, то есть мы легко сможем здесь захватывать и уничтожать земли, захватывать рабов. Земли мы захватывать не можем, мы их только сжигать можем. Ну, собственно, видите, что все пусто. Куда хочешь, туда иди, как говорится. Так, эту армию мы попробуем здесь дезинформировать, чтобы она не убежала у нас. Их две таких подобных армии. Еще где-то одна есть. Так, ну и, собственно, битва в официалонике. 50 на 50 примерно у нас, благо у нас имеются анагры, у них же имеются либурны. Ну, нам надо будет просто подождать, пока не высадятся, и потом начать атаку. Имеется ли у них хасадное снаряжение, бастионные анагры, сейчас посмотрим. Вроде как да. Один есть. Ну, тогда давайте проведем битву. Так, сухая погода нас вполне устраивает. Ну, будем атаковать с этой стороны, в принципе, нормально, здесь вполне удобно. Здесь меньше всего башен, которые мы легко и быстро уничтожим, здесь их поболее будет. Нам, единственное, придется дождаться, пока враг высадится на берег. После чего тогда мы будем уже атаковать город. Не раньше, чтобы не нести лишние потери. Ну, отлично, смотрите, анагры с той стороны вообще находится, бастионной. То есть, вообще шикарно. Ну, соответственно, ждем. Если они сейчас вот тут все высадятся, это вообще будет просто подарок судьбы для нас. Они сюда и плывут, кстати. Они сюда и плывут. Мы тут всех и поймаем. Давайте тогда пока анагры подкатим поближе. Мы, в принципе, вполне спокойно можем его расположить вот здесь вот. И с упора загасить две башни и пробить бреши в стенах. Так, единственное, надо подойти тоже. Надо дождаться, чтобы все-таки вот эти вот инженерные или бурные, римские, да, инженеры, они высадились на берег. Это самое главное. Там-то мы их переловим всех. Так, 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 еще, 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 еще. Два корабля. Все, вперед. Все сюда. Все, начинаем действовать. Поехали. Византийские моряки, римские моряки-стрелки, римские инженеры. Ну, не сильные тут парни. Совсем не сильные. Сейчас всех мы тут и положим. Отлично. Отлично. Так, кого-то потеряли мы из виду. Не дошли до города, ребята. Не дошли. Так, кстати, тяжеловооруженные моряки. Так, соберитесь, соберитесь тут, соберитесь. Так, анагра пока едет еще. Добиваем, добиваем, добиваем их. Смотри, живучие какие. Все, готово. Вроде наших тут особо не поубивали они. Так, анагра на месте. Начинаем тогда в первую очередь долбим стену. С упора-то сможете попадать, я думаю. Нам хотя бы одну брешь, хотя не лучше две сделать. Лучше пускай две будет. Блин, они косят жестко очень. Ну, нахрен, лучше мы сами постреляем. Не умеют они стрелять. Так, я же сказал не стрелять. Там сейчас еще и восточные легионеры потери понесут. Половину боезапаса потратили, кстати, мы. Бля, убегают, зараза. Так, готово. Давайте ворота тогда сломаем. Как раз два пролома у нас будет. Сколько там урона по ним наносится хоть? Нормально. Ух ты, там зараза. Кто-то выбежал с города. Смотри, что они делают там. Лазают. Бля, что-то сложно ворота идти. Поворотом попадать. Ну, когда там уже загорятся-то? Боезапас уже закончился. Почти. Сего, неужели? Не хочет попадать. Ладно. Давайте, в принципе, я думаю, мы и так справимся вполне. Они такое впечатление, что вот эти вот отряды вывели специально на прикормку, чтобы наша конница или отряда, наша конница или наша пехота на них налетела, а восточные легионеры сверху забросают нас плюмбатом. Вот, и что творят. Аккуратненько надо тут. Можно, знаете, ненужный отряд реально пожертвовать здесь, взять наемный германский конный. У нас должны вот эти вот позиции занять. А вы сюда прорываетесь. Так, ловим один отряд здесь, а вы наверх. У них еще лучники должны быть, если я не ошибаюсь. Давай, 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 вот здесь проходи, проходи наверх. В чем проблема? Зачем вы назад бежите-то? Тормоза. Вам просто наверх подняться. Все, отлично, сзади теперь их окружаем. Ну, давайте на центр. И тоже, блин, посмотри, нет, чтобы через ворота подняться, они зачем-то через пролом идут. Я же не думаю, что на центре у них генерал сидит. Хотя все может быть на самом деле. Все, давайте, там тоже на центр идите. Да, там есть, кстати, старший лаценарий, они убежали. Все, победа. Я просто что-то думал, что здесь будут еще эти лучники, но не оказалось их. Так, разорить, 4 900. Разоряем. И уходим, как я и говорил, вот сюда. Пытаюсь избежать. Ой, бля, здесь устготы. Здесь устготы. Ну, в принципе, ночной атакой можно проатаковать стак за стаком, но с другой стороны. Если, конечно, мир не захотят, сейчас они. Не хотят, да. Кстати, у нас 29 тысяч собралось денег. Можно кочевые традиции сейчас взять, изучить. У нас свой начальник тогда переобучится. Там вроде больше как раз-таки денег, этих-то, и технологий за денег и нет у военных. Ее последнюю изучить, взять. Так, а нас кто может достать? Ну, вот эти прям вниз, если пойдут, то нас догонят отряды. Нам вот сюда надо, в сторону Каринфа, бежать. Наемников не появилось, да, никаких? Нет, ну, значит, значит, атаковать надо их. Сначала этот стак разбить. Ну, кстати, можно даже авторасчетом не париться. Потеряли КАУ. Ну, эти сами убегают. Так, если мы дальше уйдем, то мы уже лагерем не сядем. Ну, блин, эти мудаки, они нас все равно достанут, как ни крути. Прям плюс там еще эти шпионы, которые могут нас дезинформировать, взять. Здесь нету ни наемников, тоже нету, да? Ну, да, достают они. Спокойно достают двумя стаками. Так, ну, здесь, наверное, разыграть придется битву. Или, ладно, давайте авторасчет сделаем тоже. Ну, что, теперь достанете? Так, это на марше армия. Лагерь нельзя включить. Так, давайте-то агентам посмотрим. Ох, тут у меня их еще. Как грязи. Так, ну, эти, кстати, тоже не достают. Отлично, мы тут прям это сели так. Удачненько. Удачно мы тут забазировались. Жалко, конечно, нельзя найм сделать. Вот это жалко. А если мы на марше свинти... Ну, не, на марше лучше не надо. И восстановиться не можем. Ну, ладно, тогда так. Тогда так. Ну, все, завершаем тогда ход. Бля, и как они меня достали-то? Интересно. Продезинформировали еще, взяли, блин. Насколько там процентов? 50 процентов. Так, смотрим, что там мозг, вот они хотят перемирия. Вроде как... Бля, не хотят. Ты прикинь, у нас с ними рожа там у него довольная, блин. А дружить он заразина не хочет. Так, позже. Предложить. 2-300. Ну, давай. Блядь. Сразу. Надо, короче, пытаться любые деньги сейчас предлагать ему. Я бы тогда смог бы на его территории немножко посидеть. Так, отлично. Смотрим здесь армию. Так, они далековато сейчас все находятся. То есть те на веслах от нас бегут. Ладно, я тогда вот сюда ухожу. И сажусь на восстановление. Так, пока вот так вот. Денег больше нет. Переобучать пока не будем там что-то, блин, в два раза у нас дорожает армия, отряд полководца. Пока не трогаем. Нам надо 2-700, чтобы у нас доход стабильно пока шел. Давайте тактические построения еще раз изучаем. С годами замириться смогли. Но вообще надо сейчас со многими парнями попробовать задружиться. Кто там воюет с Восточной Римской империей, со всеми этими фракциями, надо будет вступить в диалог о перемирии. Ну, таких немного на самом деле. Ну, вот, кстати, Галлия. Ну-ка. О, отлично, еще и денег готовы дать. Отлично. Так, у нас тогда остались Саксы. Ну, Саксы, наверное, вряд ли. Да, Саксы не захотят. Бургунда не захотят. Луги, хрен его знает, тоже не захотят. Руги. Тоже не захотят. Там у нас понт остался, но мы его сейчас и так добьем. Ария. Не. Так, ладно. Тут хоть мы под крылом, если что. Так, здесь тоже никого нет. Все, хорошо. Только единственный агент у нас рядом ошивается. Побыстрее надо на эту территорию зайти, чтобы они перестали восстанавливаться. Агент опять ранили, да? Да, опять ранили. Так, идем тогда дальше разорять. Провинция. Антиохия. Так, там укрепленная города. Пойдем туда пока Тарсус. Уничтожим. Восстанавливаемся предварительно. Тарсус там вроде. Да, слабенький городок. Его мы возьмем быстро. Все, поехали дальше. Бля, ну как? Откуда вы пришли? Так, дезинформа. Блин, откуда, 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 откуда вы тут взяли, Зибалян? Так, вроде не сильный такой. Если бы у меня были бы наемники, я бы их нанял бы и разбил их. Сейчас как вариант... У вас тут хороший гарнизон? А, хороший. То есть, в принципе, не факт, что Восточная Римская империя рискнет нападать. Так, мне бы с вами право прохода на самом деле. Договор не хотите? Военку тоже не хотите? А мы не можем, да, право прохода заключать с фракциями? Не, не можем. Ну, нам только как вариант остается тут сесть. У него ночной атаки нету. Вези сюда, сиди, мы под боком клепаем себе армию. Надо было это сразу сделать раньше намного. Надеюсь, теперь точно получится. Нету там армии никаких больше. Нету. Все, сидим здесь. Так, и все. Стандартно. Разоряем все. 2 900, кстати, маловато дали денег за поселение такое-то. Так, бич мира изучаем. Можно вот эти отряды взять, пообединить, потому что они жрут до хера, а их там немного, лучше потом добрать. Все-таки успели восстановиться тут, засранцы. Ну, значит, придется ждать тогда, как вариант, когда они решат на нас пойти вылазкой. Отселку переобучим, возьмем. Так, плюс там пикинеров тоже можно переобучить. Еще вдобавок. Еще вдобавок. Но пока не буду, потому что тоже дополнительное содержание будем тратить. Ага, тут, смотрите, еще армия идет. Еще одна армия. Ну, и пускай. Я думаю, мы разобьем их вполне тут. Тогда я возьму их переобучу. Тогда переобучим их, чтобы наверняка отбиться можно было. Тут вот набрать бы вот эти отряды, и все, я тогда уже не переживал так. Завершаем ход. Саботаж командования. Причем мы их не достанем, да? А я сейчас их дезинформирую, попробую. Надеюсь, получится. Блин, упущенная возможность. Снова. Не, ну, в принципе, даже если не нападут на меня вот этой вот всей толпой, вот этой первой и второй толпой своими копейщиками, мы их разобьем легко. Я тут не переживаю, на самом деле. Пускай они меня не пытаются этой армией запугать как-то. У них нихрена не получится. Сюда перемещаемся. Так, давайте наемников этих убираем. Они нам больше не нужны. Мне нужны теперь... Вот этих объединяем. Добираем еще отряд всадников. Так, мне нужна босфорская пехота, отряд копейщиков. Так, и у вас вместе объединяю. Вот. Все, добираем армию. И мы готовы дальше двигаться. И пойдем тогда уже на Восточную Римскую империю. Так, меня, кстати, еще интересует момент там один. Что у нас там сейчас за воители доступны? Пастух и заговорщик. А, нет, почти тут не воители. Воители у нас здесь нанимаются. Либо здесь. Следопыт. Предводитель ратий. Опыт подготовки, да? Ладно, пока не трогаем. Куда тут? Тут, кстати, видел при переходе ухода, что Восточная Римская империя стягивает силы. Видите, да? Так, дезинформировать у нас их получилось. То есть, ну, медлить нам сейчас нельзя. Если мы атакуем антиохию, то надо ее атаковать прямо сейчас. Город укреплен. Ну, вроде нам, по идее, должно. Есть у нас, кстати, еще наград здесь. В найме. Нет, анагров нету, к сожалению. Есть только наемники. Так, ну и тогда мы атакуем антиохию сейчас. Тоже 50 на 50 шанс. Ну, что ж, тогда будем сразу, наверное, разыгрывать ее. Ночная битва нам здесь ничего не дает. Город надо спалить до подхода их подкреплений. Поехали. Так, дождь пропускаем. Ох, а город еще и со стенами огромными. Огромными. Так, это уже усложняет задачу. Довольно-таки для нас. Так, ну так, вадьбом здесь. Да, крупный городишко. На крупный городишко мы глаз положили с вами. Так, уводим сейчас отряды подальше все. Опять же, действуем так же, как и в предыдущей осаде. Дожидаемся, пока флот весь начнет высаживаться. Она, говорят, опять же, с той стороны, да, у нас. Отлично. Но тут и есть сагитарии в доспехах у нас. Три отряда. Интересно, почему они в городе не высаживаются? Почему их сюда тянет? Не, я, конечно, не против, пожалуйста. Я даже за. Ну, просто интересно, почему так. А, кстати, либурн-то тут нету. Чего мы тогда ждем? Давайте начнем тут на атаку. Как раз пока подойдут. Пробиваться будем здесь. Снесем вот эту башню заодно. Византийские моряки. И византийские моряки. Лучники не стали что-то высаживаться, кстати. Отошли. Ну, что там? Так. Идут сюда. Два отряда по-прежнему не высаживаются. Ну, ладно, мы пока этими займемся. Вот, кстати, еще прорисовались. Так, и лучников. Отлично. И вот эти отряды цепляем. Не добрались до города. Может, там в городе высаживаться? А нет, есть место им высаживаться. Они все равно все плутут за стены. Просто им так хочется. Все, пока истребляем. Что у нас тут? Нагород доехал уже. Так, почти. Давайте чутка ускоримся. Так, моряков. Моряков догнать. Все, готово. А нагр подъехал. Так, отключить стрельбу. Только мы сами будем стрелять. Я думаю, тут мы уж точно не промахнемся с вами в такую-то стену. В приоритете нам сейчас сделать 2 пробоины. Так, отлично. Еще чутка. Так, раз. Есть. Теперь вторую тут тогда делаем. Так, боезапас половину исчерпали. Но только на 2 пробоины нам и хватит. Так, там уже кто-то, кстати, выходит. Блин, что ли, не пойму. Так, есть. Ну, давайте. Надо башню сейчас. Наверное, не хватит боезапаса на нее. Крепкая заразина. Да. Ну, ладно. Ну, все, не стену бы ничего не пробили бы. Все, тогда идем в атаку. Придется под огнем лучников атаковать все это дело сейчас. Надо, конечно, иметь для таких случаев по 2 на агро. Нормально. Вы бежали на улицу, чтобы перебежать из одной стороны в другую сторону. Интересная задумка. Так, а вот там уже кунется. Надо себя обезопасить тут. Где-то наши лучники. Пускай сюда подходят. Где-то наши копья-то. Здесь копья ненужные были. Так, и начинаем тогда долматскую куницу расстреливать. Должны, по идее, навесом стрелять. Да. Хорошо, они выбегают уже. Продолжаем в том же темпе. Сейчас сюда еще будут выбегать. Надо их вот ловить сразу, если что. Смотри, на наших лучников помчались. Нет, уходят обратно. Стоим. Держим, держим, держим строй. Щемим их тут, щемим. Хорошо лучники работают. Главное, чтобы наших не убивали. Надо их переключить дальше. Пускай чуть левее сместят обстрел. Тут только пехота осталась. Так, у нас копья стоят, ничего не делают. Стоп, 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 стоп. Своих убиваем, своих убиваем. Вот это мясо. Это красотища. Так, отлично. Здесь мы погнали их, погнали, погнали. Паникуют уже отряды. Вообще 20 человек всего осталось. Блин, лучники пошли в этом, в ближние у меня. Проморгал момент. Можно каву запускать. Вот, отлично. Сейчас мы как раз-таки. этих лучников и подобиваем тут. Включаем стрельбу. Без понятия, сколько там их еще осталось, правда. Давай, 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 догоняй, догоняй, догоняй их. Так, вы давайте, к центру продвигаетесь. Смотри, что сделали там, выбежали. Так, здесь аккуратно надо сейчас быть. Сейчас падут башни опять пришибут наших еще ненароком. Во. То, чем я и говорил только что. Теперь вырываемся из города. Сейчас таких добьем вне города. О, а там, кстати, стоят парни. Тут оказалось еще. Не все полегли у нас. Вот, сагитария встречаем тоже. Все, победа. Так, ну что, на сколько тут? На 5300. Можно разрушить. Так, ну что ж, почему-то при каких-то обстоятельствах, при уничтожении поселения у меня вылетела игра. Вообще, я просто в шоке был. И как раз таки большая часть этого прохождения будет без звука игры. Возможно, вы уже заметили. Поэтому прошу прощения. Тут, к сожалению, уже не от меня все зависело. Игра подвела, как говорится. Ну так, уничтожили мы, собственно, Антиохию. Давайте некоторые отряды мы пообъединяем. Потом мы их доберем. Вроде как, они же не дойдут до нас. Нет, не дойдут. Они максимум куда могут переместиться, это в эмесу. Так, я вот думаю, может, вот этих тоже взять, объединить. Или не троих. Так, ну что ж, здесь армия у нас... А, продезинформировать их не удалось. Атаковать мы их здесь тоже пока не будем. Давайте тогда завершаем ход. Так, вражеские агенты действуют. Снова дезинформация. Детская смертность Ирина. Благородный отпрыск. Свадьба у нас тут. Касаба. Достойная пара. Честный порядок. Делигиозное явление. Личное влияние. Ну, блин, на самом деле, может, была бонус и получше. Ну, пускай. Как говорится, почему бы нет. Да, кстати, у меня должности послетали. Надо будет их продвинуть всех еще раз. Ты у меня вполне можешь, кстати, удачливого грабителя занять. Атила может почетным старейшином стать. По-моему, скоро и до Хана дойдет у нас. Так. Так, а кто у меня еще остался? А, ну все правильно. Все правильно. Так, и Рофа мы тогда назначаем тоже удачливым грабителем. Так, 34 года. Что у нас тут еще за полководцы есть? Так, это вообще ни о чем. 32. Октор. Меланхолик. Кровавая. Месть. Тридцать два хода. А вот тут 34. А, ну, в принципе, что тут, что тут, в принципе, вполне неплохие. Давай пока тебя сюда назначим. Ты у нас будешь следующим полководцем, у которого появится армия в ближайшее время. Я просто жду момента, когда у меня вот это от Орда наберет избыток 8. Так, Восточная Римская империя. Она осталась сидеть в тире. Эмеса. А, это Эмеса как раз-таки тот город, который неплохо укреплен. Ну, в принципе, мы тогда пока что вот сюда перемещаемся здесь. Сейчас доверим армию. Меня интересует босфорская пехота. Степные копейщики. И два отряда конец. Эту армию мы тогда еще раз попробуем дезинформировать, чтобы она не туда не переместилась. Ага, нифига. Ну и ладно. Ну, переместиться, переместиться. Разобьем их и там тогда. Сосониды звереют, да? Уже, смотрю, армии начали клепать себе. Флот стоит. Копейщики плюс еще и эти арбалитчики конные. А вот у Аксуна все довольно-таки очень плохо. Нашего союзника тут щемят. Адулис уже забрали. Вот так вот. Армия Понта, кстати, которая здесь тусила, прежде уже куда-то свалила. Вот так вот. Ну, тут можно будет тогда уже в следующей серии, я думаю, проведем, может быть, битву. Может, кстати, возможно, что они выйдут на нас. Может быть, и не будут в городе сидеть. Ну что ж, ладно, друзья. На этом мы с вами заканчиваем. Провели мы сегодня с вами две замечательные осады. И обе были, в принципе, интересные. Если вам понравилось сегодняшнее прохождение, не забудьте видео, как всегда, поддержать лайком. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые прохождения. Не включайте колокольчик, чтобы получать уведомления. И тогда мы с вами вновь уже увидимся на новом видео. Всем пока, друзья.